В этом видео мы будем делать безопасное приспособление, чтобы сделать красивую кромку под 45 градусов на арт-вениле. Итак, начинаем. Что нам для этого понадобится? Нам понадобится хорошо известный кромочный фрезер, штатное основание к нему, роликовая направляющая, штатная в моем комплекте была, и фреза пазовая галтельная V-образная 90 градусов. Также, чтобы это все сделать, собрать вместе, пришлось заказать основание для фрезера с разным крепежом. Из этого всего мы будем собирать наше приспособление. Итак, начинаем сборку нашего приспособления. Убираем все лишнее. Дальше крепим наше штатное основание от фрезера к приобретенной пластине. Завертываем заключительный винт. И вот он наш мини-фрезерный стол готов. Далее крепим направляющую, которая поставлялась в моем случае вместе в наборе с моим кромочным фрезером. Она продается отдельно, но цена, мягко говоря, не скромная. Порядка двух тысяч рублей за вот такую небольшую алюминиевую направляющую. Вот так это будет в сборе. Далее мы закрепляем нашу фрезу. Пока без ключа. И вот так это будет работать. Данная направляющая двигается как по горизонтали, так и по вертикали. Можно настроить глубину или высоту. Далее берем саму заготовку. Наш сегмент вырезан из арт-винила. Наш шаблон вырезан из фанеры двусторонней скотчей. Собираем все. Сняли защитную пленку с двустороннего скотча. Собираем наш сегмент с нашим трафаретом. Фаска нам нужна по внутренней стороне. Все, приклеили. Далее собираем простейший демонстрационный образец для нашего приспособления. Примитивный фрезерный стол. Сделанный на скорую руку. Хороший стол будем делать уже позже. И начнем фрезеровать. Итак, фрезеруем нашу заготовку. И у нас получилась идеальная фаска. Самое главное, что она абсолютно безопасна. Не ровно 45 градусов. И вот, что в итоге получилось. Верхняя плитка с фаской, которую мы сделали обычным ножом, в предыдущем видео о декорировании межкомнатных арок. Ссылка будет в описании. А нижняя плитка, то, что сделали сейчас в этом ролике. Красиво, быстро и самое главное, безопасно. И первый и второй способ имеют право на жизнь, но лучше использовать все же безопасный способ. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!